Всем привет! Сегодня хочу продемонстрировать вам три комплекта украшений. Украшения уже, конечно, более летние. Украшения собраны для вас, поэтому смотрите внимательно, примеряйте зрительно на себя. Если кому-то из вас понравится один из представленных комплектов, вы можете всегда связаться со мной по WhatsApp, либо позвонив мне по телефону лично. Итак, спешу представить вам первый комплект. Я сейчас вам покажу колье. Вот оно. Вот такое небольшое. Здесь галтовка аметиста и элементы от цепочки с родиевым покрытием. Кто смотрел мои предыдущие видео, те уже видели подобные украшения, но с жемчугом. Это были переделки украшений для моих заказчиц. И я собирала комплекты именно в таком стиле. И когда я случайно в своей шкатулочке обнаружила вот этот аметист, почему-то первая идея, которая пришла мне в голову, собрать комплект именно вот в таком стиле. Поскольку лето, поскольку жара. И порой хочется украшений не тяжелых и массивных, а именно вот таких вот легких, воздушных. Ну, лично для меня, конечно, украшения должны быть разные и массивные в том числе тоже. И, кстати, я вам их тоже представлю сегодня. Они будут более массивные украшения. Но вот первое украшение хочу показать вам вот такое легкое, такое вот воздушное. Причем колтовка в этом комплекте такого среднего размера, и она не угловатая. И, как знаете, бывают сколы такие прям, ну, грубые, да. А здесь они как бусины. Они имеют такую более обтекаемую форму. Поэтому и смотреться в этом колье они будут очень даже симпатично. Давайте я сейчас это колье надену на себя. Сразу же покажу, что есть, конечно же, удлиняющая цепочка. Обязательно присутствую. Вот так она будет смотреться. И если я буду использовать удлиняющую цепочку, то, конечно же, колье на 5 сантиметров опустится ниже. Удлиняющая цепочка именно 5 сантиметров. По вашему желанию, конечно же, можно будет это колье удлинить, либо сделать еще короче. По вашим размерам. Я собирала этот комплект на свой размер. Ну, поскольку вдруг, если никто из вас не захочет его купить, то, конечно, это украшение с великим удовольствием буду носить я сама. Потому что я прямо влюбилась в украшения именно вот такие вот легкие, тонкие, воздушные, невесомые, ну, нежные. Назовите, как хотите. Ну, для лета, я считаю, прямо отличный вариант. Но это еще не все. В этом колье есть еще маленькая подвесочка. Маленькая, но тоже достаточно симпатичная. И на очень и очень симпатичном бейле. Посмотрите. Вот такая подвеска. Здесь тоже аметист. Вот такой вот красивый камень в виде капельки. И вот такой красивый бейл в виде листочка инкрустирован мелкими-мелкими камнями. Ну, это, скорее всего, не камни, это, скорее всего, стекло. Но, по крайней мере, выглядит очень красиво. На любое, абсолютно любое место можно пристегнуть эту подвесочку. Что я сейчас и сделаю. Так. Не совсем, конечно, там в камеру видно, но... Пристегивается очень легко. Вот так. Все. И теперь это колье немного преобразилось. Немного изменилось. Конечно же, оно стало теперь и удлиненным. И здесь можно под эту подвесочку одевать блузки уже с более открытым декольте. Тут может быть и топ, тут может быть любая маечка, любой сарафан. Тут уже, конечно, все, что угодно может быть. Ну, в принципе, мне кажется, очень даже симпатично смотрится. Как вам? Что скажете? Ну, конечно же, к этому колье еще есть и серьги, и браслет. Сейчас покажу. Серьги я собрала удлиненными, поскольку это сейчас актуально. Это модно, именно удлиненные серьги. Поставила две бусины аметистовые. Одна верхняя бусина, такая плоская, она, конечно, покрупнее. И на самый кончик, на самый низ сережки я поставила вот такую небольшую бусинку, тоже аметист. Ну, и добавила, конечно же, элементы от цепочки. Швензы с английским замком. И с родиевым покрытием. При желании, опять же, серьги можно и укоротить. То есть, все на ваш вкус. Кому понравится этот комплект, мы можем, конечно же, немножко его и переиграть. Мы можем вообще убрать большую бусину, оставить только маленькую, либо вообще убрать маленькую, оставить только одну крупную бусину. То есть, такой вариант тоже имеет место быть. А можно серьги сделать перевертышами. Одну сеть гуси оставить в таком варианте, а вторую серьгу переделать. Маленькую бусину поставить наверх, а более крупную поставить на низ. Тоже будет смотреться очень даже хорошо. Ну, а сейчас покажу вам браслет. Ну, и браслетик. Браслет я тоже не стала перегружать. Слишком много фурнитуры сюда ставить не стала. В принципе, ее тут практически и нет. Лишь немного украсила центральную бусину, добавив рондели под серебро с родиевым покрытием. И то такие небольшие. Вот. И, в принципе, я посчитала, что этого будет достаточно для такого украшения. Центральная бусина точно такая же, как и в сережках. Абсолютно они одинаковые. Ну, и дальше на браслете вся та же галтовка аметистовая, что и в колье. В целом комплект смотрится вот так. Конечно, я попробую сейчас сделать вам декольте. Показать, как это будет смотреться, если будет здесь вырез. Ну, и опять же, если воспользоваться удлиняющей цепочкой, то колье еще ниже опустится. Что, конечно, тоже очень удобно. Ну, а пока вот так. Вот такой получился комплект. Давайте как-нибудь его обзовем. Я бы его назвала «Аметистовое наслаждение». А как назовете его вы? Пишите мне в комментариях. Мне прямо будет очень интересно. И когда я буду выкладывать фото этих комплектов в соцсетях, я обязательно воспользуюсь одним из названий, которые придумаете вы. Ну, а сейчас следующий комплект. Хочу представить вам комплект из «Амазонита». Здесь, в этом комплекте, я использовала тоже галтовку. Но галтовка уже немного другая, чем в «Аметисте». Здесь также присутствует кулон, но этот кулон не съемный. И в этом браслете, опять же, я использую цепь. Цепь под серебро с родиевым покрытием. Достаточно крупные звенья. Звенья у этой цепи имеют такую рифленую сторону. Одна сторона гладкая, другая рифленая. Что позволит сверкать и сиять на солнышке и на святую этому комплекту, этому колье. Конечно же, есть удлиняющая цепочка. Она присутствует во всех моих украшениях. Примерно 5 сантиметров длиной идет цепь. Поэтому удлинить это колье можно еще на 5 сантиметров. Сейчас я его надела, прямо вот на самый минимум застегнула. Хочу сказать, что в этом сезоне цепи – это актуальная тема. Цепи в тренде, цепи разного размера. От самых-самых минимальных до самых крупных. Ну и я, как говорится, решила не отставать от моды. И тоже решила добавлять в украшения цепи. Смотрятся, на мой взгляд, они здесь прекрасно. Можно даже просто крупная цепь и один какой-то кулончик небольшой. Будь то жемчуг, будь то агат, либо другой какой-то камень. Но цепи сейчас имеют важную роль в украшениях. Как выглядит колье? Покажу чуть поближе. Здесь помимо галтовки аметиста еще присутствуют и сами бусины круглые. Вот такие вот аметистовые. 10 миллиметров эти бусины. Также она и в кулоне эта бусина присутствует. Но... А, нет, здесь тоже бусинка 10 миллиметров. Что-то я подумала сначала, что маленькую поставила. Нет, здесь тоже 10 миллиметров. Ну и давайте сейчас я вам покажу серьги. Ну и серьги. В серьгах я тоже использовала фурнитуру, похожую на кулон в колье. Форма примерно та же самая, только чуть меньшего размера. Серьги получились не тяжелыми, они достаточно легкие. Ну вот, кстати, сюда бусину я поставила уже меньшего размера, 8 миллиметров. В колье 10 миллиметров стоят бусины. Опять же, швензы и вся, в принципе, фурнитура идет с родиевым покрытием. Вот такие получились серьги. Конечно, под это украшение, возможно, подошел бы другой наряд. Это колье. И, в принципе, весь комплект, возможно, бы лучше смотрелся, например, с белой рубашкой с воротничком. Но, к сожалению, не могу нигде подобрать себе белую рубашку. Давно ищу. То размера моего нет, к сожалению. То с рисунками они. Чисто белых не могу найти. Вот, поэтому пока показываю вот так. Как только я смогу приобрести себе белую рубашку, конечно, я буду вам показывать с белой рубашкой. Потому что вот такие украшения, конечно, лучше смотрятся с рубашечками. Но и с блузкой, в принципе, тоже смотрится неплохо. Так же, как и с платьем, так же, как и с сарафаном, так же, как и с топом, с любой майкой на лето. В общем-то, в принципе, хоть с чем. Браслет, браслет. И теперь показываю вам браслет. По центру браслета я поставила крупную бусину. Это 10 миллиметров. Дальше галтовка. И дальше пошли бусины 8 миллиметров. То есть, это та самая бусина, которая стоит в сережках у меня. И здесь, по тыльной стороне руки, я поставила такую же цепь, элементы от этой цепи, в качестве удлиняющей цепочки. Ну и, в принципе, она так достаточно хорошо украшает браслет, как мне кажется. Ну и на конце, конечно же, маленькая 8 миллиметровая бусинка метиса. Фурнитурой, опять же, перегружать я тоже сильно не стала. Добавила несколько шапочек и считаю, что этого достаточно. Буду очень ждать ваши варианты названия этого комплекта. Ну и еще один комплект. Прямо лето, летнее. Комплект подойдет тем, кто собирается отдыхать, ехать на море. Я думаю, что это будет прям беспроигрышный вариант. Здесь, в этом колье, кораллы. Кораллы и жемчуг. Вот, посмотрите, какое оно получилось. И нарядное, летнее, яркое. Ну и такое, мне кажется, интересное. Здесь я поставила перламутровые бусины по центру. Такие вот палочки, скажем так, да. Разной формы, разного размера. У них разный совершенно изгиб. Они такие прямо вот напоминающие кораллы, да. Вот переплетенные такие, изогнутые кораллы. И между этими палочками перламутровыми я поставила крупные бусины жемчуга. Жемчуг тоже здесь немного разной формы, но жемчуг крупный достаточно и очень-очень красивый. Ну и дополнила это колье, опять же, сколами кораллов. Собрала я эту галтовку в виде жгута. Она тоже вся неровная, вся кривая. Где-то палочки, где-то бусинки, где-то там пенечки какие-то получились. Но, в принципе, они прекрасно дополняют именно вот эти центральные бусины. Хотя, немного оттенок отличается, да. Если вы обратите на это внимание, если, вернее, камера передаст. По оттенку немного есть отличия. Центральные бусины, они чуть-чуть-чуть посветлее. Они такие более перламутровые, потому что, видимо. А кораллы, они, конечно, немного поярче. Немного потемнее, на полтона буквально. Но, тем не менее. Но, в принципе, смотрится очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Восхитительно. Вот так я буду нахваливать свой комплект. Смотрится он восхитительно. Я вам еще покажу сейчас серьги. Серьги и браслет. Вот такие серьги у меня получились. На конце сережки стоит жемчужина крупная. А дальше сколы кораллов. Да, они кривенькие, неровненькие. Но, в этом-то вся изюминка. Поскольку, опять же, повторюсь, центральная часть колеи у нас тоже вся из кривых палочек собрана. Поэтому и все остальные элементы в украшениях тоже немного кривенькие. Мне кажется, это даже какой-то натуральности придает украшению. Когда именно вот неровные бусины. Вот такие получились серьги. Швензы я поставила под бронзу. Но, хочу сказать, что при желании, если кому-то понравится этот комплект, и кто-то не любит бронзу, или захочет комплект в серебре, в серебряной фурнитуре, пожалуйста, пишите. Мы сделаем точно такой же комплект, но с фурнитурой под серебро. Все по вашему желанию. Ну, а пока я надеваю браслет, предлагаю уже сейчас подумать, как же мы назовем этот комплект. И посмотрите, какой шикарный получился браслет. Не знаю, как вам, а я считаю, что шикарный. Кому-то, конечно, может и не понравится. Естественно, это нормально. Я даже не обижусь, если вы в комментариях об этом напишите. Но для меня он шикарный. Вот правда говорю. Здесь я тоже не удержалась и поставила оставшиеся вот эти перламутровые бусины. Так, вот так надо мне сделать, да, чтобы видно было хорошо. Опять же, крупный жемчуг по центру стоит. Ну и дальше галтовка. Ну и, посмотрите, я поставила сюда вот такую красивую цепь в качестве удлиняющей цепочки. Ну, а повторюсь еще раз, если кому-то не нравится фурнитура под бронзу, мы всегда ее сможем заменить на фурнитуру под серебро. Размер браслета тоже можно поменять. В принципе, так же, как и размер колье. В общем-то, наверное, я все сказала. Больше на сегодня комплектов нет. Теперь выбор, конечно, за вами. Кто первый напишет мне в личку, либо в комментариях под видео, что я хочу тот или иной комплект, тот его и получит. Ну, а на сегодня это все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо всем, кто в комментариях напишет название к представленным украшениям. Ну, и, как обычно, в конце видео хочу сказать, чтобы вы не забывали оценить мою работу для вас. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Если вам не понравилось это видео, ставьте дизлайк. Делитесь этим видео со своими друзьями. Мне будет очень и очень приятно. Всем здоровья, добра, солнечных, ясных, ярких денечков. Всем пока-пока и до новых встреч. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok